здравствуйте уважаемая аудитория здравствуйте мои слушатели очень рада вас сегодня приветствовать благодарю за то что присоединились выделили час своего времени для того чтобы посетить мой вебинар который начинается сегодня 27 марта 2019 года в 18.30 по украинскому времени 18.30 по москве ну что ж кто-то возможно только начинает учить китайский кто-то здравствуйте виктория значит кто-то возможно только начинает на пути становления на этот сложный путь кто-то уже имеет какие-то знания вот ну в общем будем с вами пробовать осилить этот сложный язык ну и если не знаем с чего начать то начнем пожалуй сначала ну во первых что мы будем с вами учить как видите у меня есть маркерная доска и все вебинары которые я буду проводить они будут собственно вот здесь вот все у меня будет расписано буду здесь все показывать вот ну давайте скажем оговорим что мы все-таки будем учить а будем учить мы с вами паутон хуа паутон хуа что такое паутон хуа значит это общепринятый нормированный литературный китайский язык который распространен на территории кнр кнр я думаю все понимают что это такое кнр это китайская народная республика так а также тайвань тайвань и сингапур сингапур так я надеюсь видно добрый вечер ульяна вот кнр тайвань и сингапур значит в этих странах кнр это китай если кто не знает китайская народная республика в этих странах распространен китайский язык общепринятый, нормированный, о котором мы только что сказали, который называется путунхуа, а еще иными словами он называется мандарин. Так, дальше, значит, особенность вот этого общепринятого нормированного литературного китайского языка заключается именно в произношении, то есть это произносительные фонетические нормы, то есть так говорить правильно и так говорят вот в этих странах, то есть если мы говорим на путунхуа, то нас будут понимать, если же мы говорим на каких-то других диалектах китайского языка, то нас будут понимать как бы другие территории, то есть все, значит, сферы масс-медиа, музыка, интернет это все путунхуа, понятно, да? Дальше, значит, основа этого путунхуа, кстати, не записала, смотрите, я пишу фонетической транскрипцией, путунхуа, значит, путунхуа это обычный, обычный, что с китайского языка переводится, мы сейчас не вдаемся в подробности, мы не говорим об иероглифах, обычный, а хуа это речь, то есть обычная речь, вот, это мы уже разобрали. Дальше, основная письменность китайского языка, я думаю, что мы все знаем, что нам предстоит познакомиться с иероглифами, то есть основная письменность иероглифическая, иероглифика. Иероглифы делятся на традиционные и упрощенные. Так, пишу иероглифы, кто наблюдает за мной, может тоже себе писать, или же потом, как бы, видео, которое, может, сохраняется где-то у кого-то, запись идет, можно будет потом остановить и себе что-то выписать. Я пишу, иероглифы делятся на традиционные, традиционные и упрощенные, упрощенные. Понятно. Так, Ксения присоединилась, добрый день. Так, традиционные иероглифы, что имеется в виду? По сути, это старое написание. В КНР, в КНР, в КНР, в Республике сейчас не пользуются уже традиционными иероглифами, то есть они уже перешли на упрощенные. Сейчас поговорим, как отличаются традиционные от упрощенных. Так, значит, где распространены сейчас традиционные иероглифы? Это Тайвань, Гонконг и Макао. Макао, то есть там сейчас используют традиционные иероглифы. Упрощенные же используются, опять же, в КНР, Китайская Народная Республика. Дальше, в Сингапуре, то есть если в Сингапуре, допустим, вы когда-нибудь окажетесь, то я думаю, что вы поймете, вот будучи как бы китаеведом, изучающим китайский язык, вы сможете иероглифы эти понять. Что касается традиционных, то там немножечко ситуация сложнее, мы сейчас поговорим об этом. Так, а также упрощенные иероглифы используются в Малайзии. В Малайзии. Я пишу КНР, Сингапур, Малайзия. Так, в чем заключается отличие? Нам, по сути, сейчас важно только упрощенное написание, но разницу я все-таки покажу. Нам важно знать почему, потому что если вдруг нам нужно будет напечатать какой-то текст, то компьютер нам предложит, на каком, все-таки, какую письменность мы будем использовать, традиционные иероглифы или упрощенные, и важно нам выбрать именно упрощенные. Так, значит, ну вот, например, я пишу иероглиф, может кто-то его знает. Это Ай, четвертым тоном, братана тоже будем говорить, Ай, это любовь. Вот, это уже упрощенное написание. А традиционное, откидная, когти. Вот здесь у меня еще одна графема. То есть он немножко сложнее, то есть кое-какие элементы, они уже ушли. И в упрощенном написании их уже нет, а в традиционном они есть. Вот отличие. То есть, например, если вы знаете упрощенное написание, то, в принципе, вы как-то отдаленно можете догадаться, что вот это традиционная версия этого же иероглифа, традиционное его написание. Так, ну, я надеюсь, это понятно. Это тот же самый иероглиф. Кстати, еще в японском языке по-прежнему присутствуют, даже не по-прежнему, а, скажем так, японцы заимствовали древние китайские иероглифы, то есть они заимствовали традиционное написание, добавили свою азбуку, и, по сути, в основе японского языка, письменности японских иероглифов лежит именно традиционное написание китайских. Вот так вот. Поэтому, если мы с вами знаем китайский, то, может быть, как-то письменную речь японскую мы сможем понять, то есть смысл какой-то уловить, но при этом произношения разные. Так, ну, я надеюсь, это понятно. Дальше. Давайте поговорим еще о том, что имеют иероглифы. Вообще, что это такое? Вот мы понимаем, что это какой-то символ, но что он из себя представляет? Давайте следующий раздел. Иероглифы. Иероглифы имеют. Значит, первое, что имеют иероглиф. Первое. Начертание. Начертание. То есть это картинка. Ну, например, давайте вот самый простой иероглиф. И, может быть, кто-то знает. Это иероглиф рот. Самый простой. Вот что мне первое пришло в голову? Самый простой иероглиф. То есть какое-то начертание. Имеется смысл рот. Дальше. Человек. Ну, и я пишу человек. Мы сейчас не будем говорить, как это звучит. Мы просто говорим о том, что это какая-то картиночка. Так. И дверь. Дверь. Рот. Человек. Дверь. Есть. Значит, по поводу расположения иероглифов. Когда мы с вами будем дальше учиться их писать, то нужно стараться их писать в четырех клетках. На самом деле это не принципиально, но желательно, чтобы один иероглиф занимал одинаковое, каждый, вернее, иероглиф занимал одинаковое расстояние, вернее, одинаковое место. Ну, например, я напишу такое предложение. Вот в четырех, четыре клетки у меня придется на каждый иероглиф, просто чтобы вы понимали, как мы пишем. Пробелов, как таковых, между иероглифами нет, но границы между иероглифами есть. То есть мы не знаем, где у нас границы между словами, но границы между иероглифами есть. Ну, давайте я напишу такое предложение. Я учу китайский. Это я пишу я. Дальше я пишу иероглиф. Учу. А теперь я пишу китайский. Китайский язык. Так. Вот что у меня получилось. Я ставлю точечку. Я учу китайский. Как видите, между иероглифами у меня есть границы, но между словами у меня границ нет. И каждый иероглиф должен располагаться в четырех клетках. Ну, можно, в принципе, и в каждой клетке, смотря какой у вас почерк. Но нужно изначально приучить себя к тому, что иероглифы занимают одинаковое расстояние. То есть они одинаковы по своему размеру. Есть. Так. Значит, первое, что мы с вами оговорили, иероглифы имеют начертание. Вот по поводу начертания мы с вами сказали. То есть это просто какая-то картиночка. Дальше, что имеют иероглифы? Второе. Они имеют фонетическую транскрипцию. Если я долго пишу, может быть, у кого-то какие-то вопросы, комментарии, вы можете, пожалуйста, их писать. Вот я буду их озвучивать и отвечать на ваши вопросы, комментировать. Фонетическую транскрипцию. Возможно, кто-то знает из присутствующих, как она называется. Вот. Кто не знает, говорю. Она называется пи-ни-ин. Или пи-ни-ин. Я пишу через косую. Пи-ни-ин. Пи-ни-ин. То есть это слово, заимствованное из китайского языка. Вот. Пи-ни-ин. Фонетическая транскрипция. Значит, что такое фонетическая транскрипция? Это возможность, так сказать. Это то, как мы можем иероглиф прочитать. То есть заведомо мы не знаем, как звучит вот этот иероглиф. Но он имеет свою фонетическую транскрипцию. В данном случае это жэн. Это возможность иностранцам, изучающим китайский язык, прочитать, как этот иероглиф звучит, собственно. То есть заведомо мы не знаем, что это за иероглиф, как его читать. Но вот фонетическая транскрипция, она нам предоставляет такую возможность. Я думаю, что понятно, что фонетическая транскрипция появилась позже, чем иероглифы. То есть сначала были иероглифы, и потом возникла, так сказать, потребность их как-то назвать. И была разработана фонетическая транскрипция Пеннин в 1958 году. То есть это запись звуков китайского языка. Но на самом деле тема фонетической транскрипции, она сложная. Это нужно долго ее обсуждать. И, пожалуй, мы ее оставим на следующий вебинар. Сегодня мы говорим только об иероглифах. Но я думаю, что понятно, что иероглиф имеет начертание, имеет фонетическую транскрипцию. Дальше. Что еще должно быть у иероглифа? Это тон. Это тон. Это третий пункт. Я уже вытерла. Значит, первый еще раз. Это начертание. Второе фонетическая транскрипция. И третье это тон. Значит, всего четыре тона. Четыре тона. Вот, кстати, тему тонов мы отнесем как раз к теме фонетической транскрипции. И это будет наш следующий вебинар. Значит, четыре тона выделяют еще также пятый тон плюс еще один, я пишу. Это нулевой. Нулевой. Когда тона нет вообще. Ну и вскользь сейчас скажу. Например, первый, второй, третий и четвертый тон. Значит, первый тон. Ну, давайте на примере предположим ма. Вот я пишу ма, ма, ма и ма. И попытаемся произнести их четырьмя тонами. Первый ма, второй ма, третий ма и четвертый ма. Возможно, кому-то покажется, что похоже. Кому-то покажется, что действительно по-разному. Но на самом деле тон, он, скажем так, решает в китайском языке. Потому что в зависимости от того, с каким тоном мы произносим то или иное слово, от этого даже вот вообще просто на слух, это вообще разные слова будут. То есть, скажем так, первым тоном ма, это мама. Вторым тоном ма, это конопля. Кстати, у нас есть, я добавила здесь у нас в презентации таблицу ключей, пеньин, основные черты. Вот вы можете посмотреть. А также я добавила еще такую вот интересную схемку. Тона. Ма, это вот у нас с вами два последних изображения, вы можете посмотреть. И вот смотрите, мой первый тон ма, это мама. Ма, вторым тоном, это конопля. Третий ма, это лошадь. И четвертый ма, резко, это ругать. То есть, от того, с каким тоном мы произносим, от этого в корне меняется значение. Соответственно, иероглиф уже будет другой. Но это уже тема отдельная. Значит, тон. А, нулевой тон, это когда вообще без тона. То есть, просто ма, просто хау, просто лей. То есть, все, что угодно без тона. Когда это происходит, когда нет тона, это тоже тема отдельная, которую мы будем оговаривать в следующий раз. Дальше, что еще есть у иероглифа? Четвертое, это значение. 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 То есть, иероглиф, он что-то все-таки значит. Что может значить иероглиф? На самом деле, это мы будем, это у нас будет следующий пункт. Мы назовем этот пункт, как иероглифы являются, чем они могут являться. И как раз это мы отнесем к значению. То есть, это у нас будет чуть-чуть, чуть-чуть позже. Так, значение. Дальше, пятое, что имеет иероглиф? Иероглиф имеет структуру. То есть, это не просто какое-то хаотичное количество черточек, вообще непонятно откуда взявшихся. Нет, это совсем не так. И давайте напишем, что иероглиф имеет структуру. Так, значит, тон, значение, структуру. Что под собой подразумевает структура иероглифа? Дальше я вытираю, и давайте будем говорить. Значит, да, мы знаем, что иероглифы – это какие-то черточки. Да, то есть, в основу иероглифа лежат черты. Вот, давайте будем идти. Черты. Эти черты, в свою очередь, могут формировать ключи, ключи, иероглифа и графемы. Графемы. Значит, что такое ключи? Значит, ключ – это, ну, скажем так, основная классификационная единица. То есть, по ключу мы можем отнести иероглиф к какой-то языковой подгруппе. Что имеется в виду? Всего, на самом деле, ключей, возможно, у кого-то возникнет вопрос, ну, где-то 214 ключей. И табличка у меня здесь тоже есть, вы можете ее увидеть. Она называется, значит, таблица ключей китайских иероглифов. Вот, это она. Значит, здесь и ключи, и графемы. Вот мы написали графемы. Вот у меня в этой табличке все. И ключи, и графемы. В дальнейшем, если кто-то все-таки останется учить китайский, останется, так сказать, со мной, и захочет глубоко как бы копнуть, и всерьез этим заниматься, я рекомендую эту табличку распечатать. Вот, ее, кстати, очень легко найти в интернете, просто чтобы она была как пособие такое, все время, которое на глазах, к которому можно обратиться. На самом деле, учить эти ключи специально не нужно. Можно знать как бы самые базовые, самые основные. Вот давайте мы с ним как бы об этом и поговорим. Ну, вот, например, базовый ключ – это женщина. Выглядит он вот так. Он есть в составе иероглифов, которые имеют отношение к женщине. Ну, например, мама. Дальше. Сестра младшая. Затем. Пусть это будет у меня иероглиф «хорошо». Ну, почему бы нет? Женщина. Потом еще присутствует ключ. Вернее, графема «ребенок». Женщина вместе с ребенком «хорошо». Почему бы не «хорошо». Дальше. Пусть у нас будет еще основной ключ. Ключ – это, ну, допустим, дерево. Дерево. Ну, и вот приведу пример дерева. В каких словах может встречаться? Ну, например, кровать. Кровать сделана из дерева. Вот этот наш ключ, он здесь появился. Деревянная кровать. Может, она уже и не деревянная, но смысл сохранился. Вот и в иероглифе это видно. Ну, давайте пусть это будет стол. То же, вот иероглиф «стол», и здесь у нас ключ-дерево. То есть ключ, он так или иначе как-то может указывать на смысл иероглифа. Но это не всегда. То есть где-то когда-то изначально иероглифы, когда кем-то были придуманы, давно этот смысл прослеживался. Со временем он, возможно, где-то утратился, а где-то сохранился. Так, ну, например, давайте возьмем ключ-рис. Ну, и вот, предположим, я пишу ключ-рис, и потом у меня еще будет вот такая графема. Это пудра. Пудра. Пудра, может быть, она когда-то была сделана из риса. То есть это что-то вот перемолотое. Или порошок еще может быть. Порошок. То есть в словах мука или крахмал как раз встречается вот этот иероглиф, в составе которого есть ключ-рис. То есть прослеживается немножечко вот эта связь. На самом деле, когда мы учим китайский, мы можем очень много фантазировать. То есть, может быть, связи как таковой нет, а мы можем ее придумать. И, собственно, это и может быть каким-то способом изучения иероглифов в том числе. Об этом тоже будем говорить. Как все-таки запоминать. Дальше давайте посмотрим вот такой еще ключ. Это трава. Так, давайте я, наверное, подпишу. Женщина. Женщина. Так, дерево. Дерево. Рис. Трава. Так, я надеюсь, всем все видно. Тут немножко, наверное, лампа отсвечивает. Сейчас я ее пододвину. Так, трава. Ну, например, трава может встретиться в таком иероглифе, как чай. Понятно, да, почему? Потому что чай – это, собственно, трава. Вот. То есть смысл есть. Давайте еще посмотрим. Ключ. Рот. Рот. Кстати, вот еще хотела сказать. Помимо того, что ключи, они присутствуют в составе иероглифа какого-то, также они могут быть еще и полноценным иероглифом самостоятельно. То есть, вот, например, тот же рис, он может и отдельно встречаться. То есть сам по себе иероглиф может быть. Но когда он становится ключом, обычно его могут написать в левой части иероглифа, вот как я уже писала здесь, с левой стороны. Вот. То есть это уже не иероглиф, это ключ. Вот. И сам по себе ключ подразумевает иероглиф. Но он маленький. И очень важно графемы, то есть графема – это у нас все остальное, помимо ключа, графемы и ключи, писать максимально близко друг к другу. Потому что если вы их разделите на два иероглифа, подразумевая при этом один, у вас не получится тот самый смысл, который вы подразумеваете. Это будет два отдельных иероглифа. Но если вы напишете его вместе, то это уже будет один иероглиф. Понятно, о чем я говорю? Вы как-то реагируйте, напишите что-нибудь. Так. Есть. Значит, рот. Рот может встречаться в иероглифах, которые имеют отношение к, ну скажем так, к восклицаниям. То есть всякие там ха-ха-ха, ага, ай-яй-яй, обчхи, может быть. А также действия, связанные со ртом. Например, кушать, пить, звать, плевать и другие. Ну, например, я напишу иероглиф «кушать». Вот. Ключ у меня этот сохранился, который несет этот смысл. Действия, связанные со ртом. Дальше. Давайте я напишу иероглиф «пить». Вот такой. Пока кажется сложно, но на самом деле, если иероглиф пописать, то со временем, я думаю, что должно отложиться в голове. Я еще расскажу, как правильно писать иероглифы, в каком количестве, где их писать. Вот. Будем об этом тоже говорить. Есть. Дальше. Ну, пусть еще у нас будет последний ключ, который мы разберем на сегодня. Это человек. Так. Это у нас был род. Это у нас человек. Так. И, значит, мы пишем человек. И еще графема оставшаяся. Это иероглиф «ты». «Ты». Так. Это «кушать, пить, ты». То есть, почему бы нет? «Ты», «человек». Вот, пожалуйста, смысл иероглифа прослеживается. Как раз вот связь, вернее, прослеживается между смыслом иероглифа и его ключом. Так. Ну, я думаю, это понятно. То есть, вот мы поговорили про ключи. Графемы, в свою очередь, это все остальное. То есть, все то, что еще остается помимо ключа. Значит, графем может быть несколько, ключ всегда один. Ну, бывают исключения, когда ключей несколько, но это намного реже встречается. Как правило, ключ все-таки один. Дальше. Ну, вот, собственно, мы поговорили. Вот четыре пункта мы выделили. Вернее, пять пунктов. Четвертый, мы сказали, иероглиф имеет структуру. Давайте теперь поговорим, чем все-таки являются иероглифы. То есть, собственно, значение иероглифа. Что это? Некоторые говорят, что иероглиф это буква. Нет, иероглиф это не буква. Буквы в китайском языке, ну, как правило, вообще сказать, что есть в китайском языке буква, это неправильно. Есть буква, это как бы благодаря которым мы можем написать фонетическую транскрипцию. Буквы используются только для этого. То есть, основное письмо все-таки это иероглифика, и это не буква. Что же все-таки такое иероглиф? Давайте мы с вами напишем. Иероглифы являются. Это у нас будет следующий пункт. Иероглифы являются. Чем они являются? Значит, первое, чем являются иероглифы? Полноценное слово. То есть, иероглифы могут быть полноценным словом. Полноценным словом. Ну, например, вот мы с вами уже сегодня записали. Человек. Вот один иероглиф, одно слово. Все. Дверь. Я подпишу. Человек. Человек. Дверь. Чай. Человек, дверь и чай. Ну, вот что может быть? Ну, например, еще вода. Вода. То есть, один иероглиф это одно слово, одно значение. Дальше. Чем еще могут являться иероглифы? Второй пункт. Это смысл. То есть, иероглифы могут быть смыслом. Значит, в этих, в случае, когда иероглиф является смыслом, тогда он не используется в одиночку. Значит, не используется, не используется, не используется самостоятельно. Самостоятельно. То есть, в комбинации с другим иероглифом мы можем получить слово. В комбинации с другим иероглифом мы получаем слово. То есть, образует, образует слово в комбинации, комбинации с другим иероглифом. Так. С другим иероглифом. Что имеется в виду? Ну, например, я быстро вытерла, я надеюсь, все успели понять, что я имею в виду, записать, возможно. Так, значит, что имеется в виду? Ну, например, мы сказали, что это вода. Вот такой иероглиф – это вода. Значит, есть, вода используется самостоятельно. Иероглиф «вода» можно его использовать. То есть, например, я хочу выпить воды. Мы можем его отдельно также сказать. Это вода, например. То есть, ничего другого мы не добавляем. А вот есть такой иероглиф. Это фрукт. Фрукт. Так, возможно, кому-то нужна… Успели, спасибо. Так, возможно, кому-то нужна фонетическая транскрипция. Вы тоже можете мне сказать об этом. Я ее буду писать. Я думаю, что просто мы пока не вникаем. Мы должны просто разобраться, вообще, что из себя представляют иероглифы. Значит, вода и фрукт. Вот фрукт как раз не используется в одиночку. Но если мы хотим получить слово «фрукт», вот прямо само слово «фрукт», мы должны сказать вместе «вода» и «фрукт». И тогда у нас получится слово. Если хотите знать, как это будет звучать, я подпишу фонетическую транскрипцию. Здесь у меня третий тон. Это звучит как «шуэй». Мы будем тоже учиться с вами писать фонетическую транскрипцию и читать ее. А это «го». И получается вместе «шуэй» и «го» – это фрукт. То есть, еще раз, «го» не используется в одиночку. Но смысл «фрукт» передает. Вместе «шуэй» и «го» – это фрукты. Фрукты или фрукт. Кстати, по поводу множественного числа. Как такового множественного числа в китайском языке нет. То есть, по форме слова мы не можем определить ни падеж, ни число. То есть, какие-то дополнительные лишь элементы. То есть, еще какой-то иероглиф либо «до», либо «после» может указывать на количество. Вот так. Это тоже отдельная тема. Или, например, давайте дальше. Снова «го», который не используется в одиночку. Дальше я пишу еще один иероглиф, который тоже не используется в одиночку. Я сейчас возьму с другой маркер. Вот. Вот такой. Значит, это «го», а вот это «джи». Значит, первый «го», мы уже сказали, это фрукт. Фрукт. А этот иероглиф тоже не используется в одиночку. И это «сок». И вместе «го», «джи» – фруктовый сок или просто «сок». Вот так. То есть, таким образом мы можем получить слова из двух иероглифов, которые смысл передают, но словами не являются. То есть, один иероглиф плюс другой равно слово. Дальше. Ну, например, еще. Вот хочу такое написать. Это у меня будет иероглиф «танг». Значит, «танг» – это, ну, конечно, такое сравнение может быть не очень удачное. «танг» – это желчный пузырь. То есть, я думаю, что вы уже понимаете, что любые понятия, которые есть в русском языке, они также есть и в китайском. То есть, названия органов, части тела, космические какие-то там понятия. То есть, все это в китайском языке есть. Значит, «желчный пузырь». Так вот. И этот иероглиф не используется в одиночку. Но если я к нему еще поставлю вот этот иероглиф «сок», ну, я думаю, нетрудно догадаться, я сверху напишу, это будет «желч». То есть, «желчного пузыря» – «сок», «желч». Вот так вот образуются в китайском языке слова. Ну, возможно, пример не очень удачный, но зато наглядный. Так, «желч». Вот так. Значит, это когда иероглифы являются смыслом. Дальше. Чем еще могут являться иероглифы? Это понятно? Откликнитесь кто-нибудь. Так, следующее. Значит, иероглифы могут также быть междометием. Значит, междометие – это восклицание. То есть, всякие ха-ха-ха, ага, ой-ой-ой, да, хорошо, спасибо, Ксения. Вот, значит, всякие разные вот такие вот словечки, даже вот «спасибо», например, или там «ой-ой-ой», все это в китайском языке тоже есть. Спасибо, Виктория. Вот, все это также в языке присутствует, и это может быть отдельный иероглиф. Ну, давайте назовем, например, третий пункт. Я возьму еще следующий маркер. Так, третий пункт. Пункт «междометия». Например, ну вот я напишу иероглиф «ха». Первым тоном «ха». И если я хочу сказать «ха-ха-ха», то я аж три раза этот иероглиф могу повторить. «Ха-ха-ха-ха» и «ха-ха». Вот так. Или, например, какой-нибудь «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, Виктория улыбается. Спасибо. Надеюсь, доступно объясняю. И вот такой иероглиф это А. Первым тоном, может быть, там бывают, кстати, различия, бывает и первый тон, бывает и, ну, смотря, смотря какие иероглифы, бывает иногда происходит такой процесс, как модуляция, тона могут меняться, тоже будем об этом говорить в разделе тона. Так, а, или, например, такое хи-хи-хи, тоже в китайском языке есть. Ну, давайте напишу. Тоже выглядит это так. Кстати, обратите внимание, что вот здесь и вот здесь. И сейчас в следующем иероглифе, который я напишу, будет ключ рот. По сути, он и влияет на смысл, да, мы как бы, действия связаны с ортом, междометия, вот, ну, как бы тоже прослеживается связь. Ну, и давайте я напишу вот это хи-хи-хи такое, ехидное. Вот этот иероглиф так выглядит и звучит он как си первым тоном. Вот так. Дальше, чем еще могут являться иероглифы? Это четвертый пункт. И это у нас грамматические частички, то есть что-то, что указывает, ну, например, указатель прошедшего времени, будущего времени, пассивный залог, там, какой-то, например, указатель принадлежности, предположим, это мое, или образование прилагательных. То есть это тоже, как бы, один из вариантов, что может обозначать иероглиф. Пишем грамматическая частица, грамматической, так, междометиям, давайте, чтобы форма была правильная, мы сказали, что иероглифы являются, да, междометиями, тогда мы тут исправим, а здесь грамматическими частицами, частицами. То есть, вот, например, мы сказали какой-то глагол, предположим, ну, пусть этот глагол у нас будет занимать один иероглиф, кушать, ну, вот, предположим, вот, кушать. Если я хочу образовать прошедшее время, то я добавляю грамматическую частичку, указывающую на прошедшее время после иероглифа, и тогда вот она выглядит вот так. И тогда я получаю уже слово, то есть форму слова прошедшего времени. То есть, кушать, кушал. Вот, или, например, будущее время, значит, здесь будет стоять буду кушать. Или пассивный залог, то есть, например, там, мясо съедено кошкой, это будет мясо, указатель пассивного залога, потом кушать, кошка. И прошедшее время, съедено. Ну, то есть, на самом деле, в этом нужно разбираться, это все делается, так сказать, не за три месяца, и китайский учится долго. Вот, но я надеюсь, что мне удалось вас заинтересовать отчасти, и вам будет интересно в дальнейшем снова поучаствовать в моих вебинарах, где я подробно буду рассказывать и о грамматике мы будем говорить, и о тонах, и вообще разбираться в словах. Мы будем, так сказать, пополнять словарный запас, но это уже позже. Дальше. Теперь давайте поговорим о классификации иероглифов. То есть, мы уже сказали, чем, в принципе, может являться иероглиф. А, ну, еще мы не сказали, это могут быть заимствованные какие-то понятия, заимствованные из других языков, например, имена или названия стран, или бренды, или вообще слова, которые пришли в китайский язык, то есть из других языков, например, кафе, это кофе, или чалкали, это шоколад, то есть слова, которые из других языков пришли, но не являются исконно китайскими. То есть это, ну, в принципе, мы можем сказать, что это и есть существительные, то есть это слова, которые состоят из нескольких иероглифов, каждый из которого является каким-то смыслом. Дальше. Давайте поговорим о классификации иероглифов. То есть их все-таки как-то можно классифицировать, их можно как-то поделить, по какому принципу это делается. То есть мы с вами не должны путать, чем иероглифы являются. Дальше. Что они имеют в своей структуре, это разные вещи. А теперь по какому типу их можно классифицировать. И тогда я пишу классификации иероглифов. Это наш с вами отдельный, это уже будет отдельный пункт. Классификация иероглифов. Как их можно классифицировать? Значит, был один такой умный человек. Жил он еще 2000 лет тому назад. И до нашей эры он изобрел первую классификацию китайских иероглифов. И этого человека умного звали Сюйшэнь. Сюйшэнь. Ну, мы понимаем, что это слово, заимствованное из китайского, адаптированное под русский язык, поэтому так звучит. Я уверена, что в китайском языке оно звучит как-то по-другому. Сюйшэнь. Кстати, вот китайские имена, они адаптируются под русский язык. Точно так же и русские имена адаптируются под китайский. И вообще европейские имена. Предположим, имя Анна в китайском языке будет звучать как Анна. Там Полина, допустим, будет звучать как Полина. И так далее. Ну, например, мое имя Вероника, оно будет в китайском языке звучать как Уэйло Ника. Вот так. Так вот, Сюйшэнь это уже имя, пришедшее в русский язык из китайского, то есть является исконно китайским, и мы его адаптируем под русский язык. Так, значит, вот этот Сюйшэнь предложил классификацию. То есть все иероглифы, которые были на тот момент, он классифицировал, так сказать, он выделил 6 типов. То есть его классификация подразумевает 6 типов иероглифов. Но мы разберем только 4, потому что они самые важные, и 2 других, так сказать, типа иероглифов, вида нас, ну, сейчас не особо интересуют. То есть то, что дошло до нас сейчас, это 4 типа. Сейчас мы об этом поговорим. И что самое интересное, Сюйшэнь потратил на свою работу аж целый 21 год. Вот так вот, 21 год он классифицировал все иероглифы на 6 типов. Еще. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, сколько иероглифов в китайском языке. Так вот, отвечаю. Возможно, никого еще этот вопрос не интересовал, никто еще даже не думал об этом, но я скажу, что иероглифов порядка 50 тысяч. То есть вот примерно такое число. Но это не значит, что все 50 тысяч нам с вами нужно будет учить. Нет. Чтобы как-то плюс-минус понимать, читать, говорить, нам достаточно, ну, скажем, 2-3 тысячи иероглифов. Ну, это уже так вот прям по максимуму. Но мы понимаем, что один иероглиф – это еще не слово. То есть из одного иероглифа, вернее, там, например, мы знаем 3 иероглифа, они могут вступать в разные комбинации, мы можем получать совершенно разные слова. То есть это еще не показатель нашего, так сказать, нашего словарного запаса. То есть помимо того, что мы знаем 2-3 тысячи иероглифов, слов-то мы можем знать намного больше. Один иероглиф – это слово, может быть, но это не при условии. Там мне задают вопрос, Виктория задает вопрос. То есть не обязательно 2-3 тысячи иероглифов, символов. А мы уже говорили, что, например, один иероглиф, он может вступать в комбинацию с другим. Вот при условии, что из вот этого количества мы знаем 1, 2, 3, 4, мы можем образовать разные слова. То есть слов может быть десятки тысяч из вот этого количества иероглифов. Вот так. А иероглифов всего насчитывается, как мы уже сказали, порядка 50 тысяч. Но это совсем сложные слова. Это могут быть, например, какие-то специальные термины, которые нам нужны для того, чтобы читать какую-то специальную литературу или читать произведение в оригинале. Ну, вообще, начинающему и вообще человеку, который увлекается китайским и хочет его учить, не обязательно все это учить. И вообще люди, которые в Китае знают даже 20 тысяч иероглифов, они уже имеют какую-то ученую степень. Ну, собственно, можем, конечно, попытаться, но это будет сложно. Так, значит, классификация иероглифов. Ну, и давайте выделим, что же все-таки подразумевает эта классификация. Что имеется в виду? Значит, первое, первый пункт этой классификации – это простые, простые понятия. То есть простые, ну, скажем так, эскизы предметов, простые явления какие-то. Ну, предположим, значит, я пишу простые явления или эскизы предметов. Ну, например, снова у нас появляется тот самый человек, которого мы уже сегодня неоднократно писали. Вот он. То есть это простой эскиз предмета. То есть раньше, видимо, китайский, когда он только зарождался, не знаю, когда это произошло, но это было очень давно. То есть люди когда-то заметили, что, видимо, вот этот иероглиф, вот если человека изобразить, возможно, он будет похож на вот этот символ. Вот. И так и образовался иероглиф «человек». Дальше. Ну, попробуем еще. Ну, пусть вот это будет дерево. Вот. Дерево. Ну, почему бы нет? Если пофантазировать, я возьму другую ручку, другой, вернее, фломастер. Ну, вот у меня может получиться прекрасная себе елочка. То есть, видимо, люди какие-то свои наблюдения, они вот как раз и таким образом пытались изобразить. Дальше. Вот есть, например, гора. Ну, почему бы нет? Вот гора. И я могу даже сделать вот так. Ну, вот у меня такая гора. Или, предположим, вот у меня огонь. Эти иероглифы, кстати, и сейчас используются, они есть. Вот это огонь. Давайте подпишем человек, человек, дерево, гора, огонь. То есть, это простые понятия, какие-то простые эскизы предметов. Что-то вот про простое. Некоторые из них раньше выглядели по-другому, дошли до нас только в такой форме сейчас. Так, дальше. Что еще? Как лучше запоминать иероглифы? Ага. Хороший вопрос. Честно, мой метод. Вот, какой-то. То обязательно какой-то из этих элементов нам встретится опять. Чем больше мы учим, тем проще нам будет запоминать дальше. Мой метод просто прописывать. Кому-то проще ассоциациями. Но для меня лично этот метод, ну так сказать, он слишком объемный в плане, много места в мозгу занимает. Вот, но мне, например, неудобно запоминать таким образом. То есть, какие-то ассоциации придумать. Ну, мне это не подходит. Мне проще много раз прописать, тогда я запомню. Или просто много раз использовать на практике. Много писать тексты. То есть, например, мы выучили с вами какое-то слово или какой-то иероглиф. И теперь давайте попробуем его много-много раз в разных интерпретациях в каком-то предложении написать. То есть, разные-разные предложения с этим словом использовать. Мне это тоже помогает. Ну, а вообще, откровенно говоря, особенно хорошо я начала запоминать иероглифы, когда начала преподавать. Значит, и вообще по поводу преподавательской деятельности, так скажем, я уже на протяжении пяти лет вообще преподаю китайский язык. А в целом интересуюсь, увлекаюсь китайским языком, китайской культурой с 2010 года. То есть, уже девятый год. Ну, вот как только начала так вот всерьез преподавать, обучать других людей, тогда начала очень хорошо запоминать иероглифы. Просто потому, что постоянно их писала. И нужно их как можно больше использовать, потому что они забываются. То есть, те, которые мы выучили раньше, они могут забыться, когда мы начинаем изучать следующие. Поэтому нужно возвращаться периодически назад, пролистывать и пытаться использовать и новые, и старые иероглифы вместе. Ну, это уже как бы такой момент. Ну, я считаю, вот так можно. Ну, как бы нужно начать и посмотреть, как удобно. То есть, каждый может выбрать свой способ запоминания. Но я думаю, что поначалу, в принципе, можно просто какими-то ассоциациями. Ну, бывают иероглифы, которые, ну, невозможно никакой ассоциации придумать. Просто прописывать и все. Так что в этом будет сложность. Но вообще, на самом деле, я считаю, что сложность китайского языка не в иероглифах, а в тонах. Вот это очень большая сложность. Вот с этим нужно работать. И причем поможет, пожалуй, в практике тонов только много-много разговорной речи. Также слушать, как говорят другие, слушать, как говорят китайцы. Смотреть фильмы, сериалы именно в оригинале, в китайском, чтобы говорили по-китайски. Вот, слушать китайскую музыку, даже если вы ни слова не понимаете. Слушайте, просто слушайте. И на слух оно постепенно, постепенно оно отложится в голове и будет, дальше будет проще. То есть хотя бы вот улавливать, где какой тон. Ну, это практика, это со временем. Давайте разбираться дальше. Мы сказали, что иероглифы, значит, делятся на 4 типа, о которых мы говорим сегодня. Сегодня всего их 6, вот, один из которых это простые явления или эскизы предметов. Дальше, второе. Факты. То есть какие-то, какие-то такие вот понятия. Не просто, ну, скажем так, человек или дерево, или, например, там, лошадь, или, там, слон. А уже что-то более сложное. Ну, например, так, это второе. Факты. Факты. Ну, например, идти, ехать, или сверху, снизу. То есть расположение предметов в пространстве. Или, например, какие-то более сложные явления. Ну, опять же, которые состоят из одного иероглифа, одного элемента. Ну, вот, которые просто никак не, невозможно разделить. Вот мы говорили про человека, да, вот, только что мы сказали человек. Ну, невозможно никак его разделить на графемы. То есть он сам по себе, вот, он такой был, и он такой остался. Сейчас мы тоже говорим про иероглифы, которые не делятся, но какие-то понятия при этом они обозначают. Это вверх. Вверх. Соответственно, вот иероглиф вниз. Дальше. Пусть у нас будет иероглиф идти. Ну, вот он выглядит вот так. Идти. Идти. Ну, вот таким образом, как бы, можно какие-то факты. Ну, и при этом, которые не являются, вот, какими-то существительными. Ну, также можно, например, цифры. Кстати, цифры очень тоже интересная тема. Отдельная мы обязательно ее разберем дальше. Ну, я напишу только один, напишу два и напишу три. Кстати, обратите внимание, какие запятые я поставила. При перечислении в китайском языке используются именно вот такие запятые. Один, два, три. Или, например, в моей семье пять человек. Допустим, мама, папа, старший брат, старшая сестра и я. Допустим. Вот при перечислении будут такие запятые. Во всех остальных случаях, при обращениях, в вводных словах используются вот такие запятые. То есть, цифры это тоже факты. То есть, когда-то, видимо, на скале начертили цифры от одного до десяти. И вот они сохранились. Не так, конечно. То есть, цифра 10 не будет 10 палочек. Она будет выглядеть вот так. Ну, я поставлю здесь пропуск, так как там у нас еще есть цифра до десяти. И теперь у меня вот такой крестик. Я снова беру другой маркер. Вот. И вот такой у меня иероглиф. Это цифра 10. Не знаю, с каких соображений китайцы придумали именно так. Вот. Но это тоже иероглиф-факт. Дальше. Давайте разбираем следующее. Третье. Третье. Третий тип. Третий тип. Значит, теперь у нас иероглифы, которые выражают общую идею посредством других иероглифов. То есть, вот мы сказали лес, ой, извините, дерево. Значит, и благодаря вот этому дереву мы можем образовать иероглиф лес. То есть, какое-то общее понятие, которое подразумевает вот один из вот этих иероглифов, которые мы говорили об этом, о которых мы говорили до этого, которые были у нас в первую очередь названы. Ну, вот, например, смотрите. Так, давайте мы назовем. Значит, иероглифы, выражающие общую идею и состоящие из простых иероглифов. То есть, это сложные иероглифы, которые тоже являются существителями, либо какая-то общая идея их лежит как бы в корне. Значит, это... Иными словами, кстати, их можно назвать идеограммы. Идеограммы. Кстати, вот первое, что мы сказали, я, извините, не уточнила, вот первый момент, когда мы говорили про иероглифы, которые простые, самые простые. Это у нас был пункт 1. Если вы записываете, можно себе пометить, что это пиктограммы. Пиктограммы от слова пикче, кто учит английский язык, я думаю, даже тот, кто не учит, тот знает, что пикче – это картина. То есть, просто какое-то изображение. Пиктограмма. А вот идеограмма – это уже идея, положенная в основу этого иероглифа. Например, ну вот у нас есть дерево, о котором мы говорили до этого, да? Теперь у нас это дерево может перейти в иероглиф лес, когда мы три иероглифа вместе напишем. И действительно, есть в современном китайском языке такой иероглиф, который звучит как сэн, первым тоном сэн. Это лес. Так, дальше. Ну, например, человек, да? Он у нас тоже может образовать собирательное понятие. У нас будет три человека. Раз, два и три. И это джон. Вот такой джон четвертым тоном. И это многочисленный, толпа, какое-то большое количество, ну, скажем так, толпа. То есть, все очень логично, да? Но, между прочим, эта логика, мы не настраиваемся на то, что будет она везде. В некоторых случаях нам кажется, ой, как все понятно, все так логично, а тут двадцать вообще никакой логики. Нужно быть и к этому тоже готовыми, потому что, ну, бывают иногда такие моменты, когда логики совершенно не прослеживать. Нужно просто запомнить все. Дальше, ну, например, вот рот. И давайте мы три раза. Это не факт, что обязательно три раза и в такой последовательности нужно писать. Это просто я привожу такие примеры. На самом деле есть и другие. Ну, чаще всего так. Значит, пин – это разнообразие или ассортимент. Ассортимент, то есть разные три рта – это ассортимент, то есть разные какие-то вот типы продукта. Значит, ассортимент. Ассортимент или какое-то разнообразие. Понятно, да? Ну, также это может быть еще, конечно, в некоторых значениях. Значения могут, кстати, варьироваться. То есть не всегда прям только в этом значении у одного иероглифа бывает несколько значений. В этом случае значение еще, кстати, может быть как предмет. Предмет. Предмет или продукт. Продукт. Так, это у нас третий тип. Давайте запишем теперь четвертый. Четвертый. Значит, это у нас идиограмма, в основе которых лежит один иероглиф, который повторяется несколько раз. То есть разбивается иероглиф на несколько графем. Дальше. Четвертый тип, это будет фоноидеограммы. Так, фоноидеограммы. Ну, мы, наверное, уже обратили внимание, что у нас в слове фоноидеограмма присутствует корень фон. Вот как в школе мы обозначали фон и идея. Идео. Ага, идео, то есть имеется в виду идея. И грамма, то есть написание. Значит, есть звук, есть идея, есть написание. Что имеется в виду? Значит, это более сложное понятие. Например, ну вот смотрите, вот я написала лошадь. Лошадь третьим тоном. Все бы вроде бы понятно. Вот сам по себе иероглиф, мы его никак не делим. Это просто графема, просто иероглиф. Все, лошадь, значение. Вот отдельно тоже используется. Теперь я допишу к нему ключик. Ключик женщины, мы сегодня об этом уже говорили. И графему лошадь опять повторю. Вот мой ключ, вот моя графема. И это будет тоже ма, но уже другим тоном. Это лошадь. Лошадь. Это мама. Мама. Лошадь. Мама. Значит, может здесь какая-то идея и прослеживается. Значит, мама это женщина, которая либо скачет на лошади, либо работает как лошадь бедная. То есть, какой-то смысл, возможно, здесь есть. Но звучание иероглифа самостоятельного лошадь соответствует звучанию. Или, вернее, можно сказать, вот этот иероглиф. Его звучание соответствует иероглифу лошадь. То есть, так или иначе, вот это у нас как бы звукообразующий элемент. То есть, если мы где-то еще увидим иероглиф, в составе которого будет вот эта ма, лошадь, то может быть, но не всегда будет звучать вот так, как он звучит самостоятельно. То есть, дальше у меня ма. Это вопросительная частичка. Тоже мы, кстати, о частичках будем говорить. Они у нас относятся к группе, то есть, чем являются иероглифы грамматической частицы, в том числе и частички разные. Например, указатель, там, предположим, побудительная частичка. А давай-ка мы сегодня пойдем пить кофе. Вот. И вот одна из таких частичек вопросительная. Вопросительная частица. Она тоже звучит ма, но без тона. Дальше. И давайте еще. Я напишу раз, два, два рта и лошадь. И это у меня будет четвертый тон. Ма. Это ругать. Ругать. То есть, мы видим, что я возьму красный цвет. Вот она лошадь. Ма. Тут тоже ма. Тут тоже ма. И тут тоже ма. Звучит одинаково. Смысл меняется. Ключ меняется. Тон меняется. Но звучит одинаково. Вот это фоноидеограмма. То есть, вот такой иероглиф относится к группе фоноидеограммы. И такие есть. Их много. И иногда мы можем, в принципе, как-то о смысле мы не догадаемся. Мы не узнаем, что подразумевается. Но по звучанию, возможно, будет все-таки какие-то сходства. На самом деле, возможно, сейчас это сложно. В этом нужно разбираться. Как бы это все не объясняется за час времени. В дальнейшем мы будем проводить дальше вебинары. Если вы хотите, вы можете дальше участвовать. И будем подробно об этом говорить. Дальше. Фоноидеограммы. С этим мы разобрались. Ну, давайте еще. Просто пример, чтобы уже было, возможно, больше понятно. Вот у меня вот такая графема. Вероника, подскажите, какие дальнейшие темы для наших занятий? Ага. Спасибо, Виктория. Вы сегодня такая активная, приятная тема. Ну, смотрите. Второе наше занятие. Я бы хотела посвятить фонотической транскрипции. Это не менее важно. Но, опять же, мы будем некоторые вопросы другие обсуждать. То есть мы научимся ее правильно читать. Мы разберем, как звучит алфавит фонотической транскрипции. И подробно поговорим о тонах. Со следующего занятия, то есть третье, я думаю, что можно уже попробовать разобрать первые какие-то фразы. То есть приветствия. Спросить, как дела. И попробовать ответить. Ну, а в дальнейшем мы будем уже, как бы, каждое занятие, когда мы уже разберемся с введением. Тема введения, я думаю, у нас займет, вот, заняло уже сегодняшний вебинар и следующий вебинар, который мы посвятим фонотической транскрипции. Я думаю, мы, как бы, основа у нас будет введения. Дальше мы будем уже развивать каждый, каждый вебинар отдельную тему. То есть приветствие, спрашиваем, как дела. Дальше говорим о национальности. Дальше мы говорим о наших потребностях. То есть у нас каждый вебинар будет построен на определенной теме. И мы будем раскрывать какие-то вопросы грамматики. То есть обсуждать грамматические конструкции какие-то. То есть я буду говорить, где там, например, подлежащие, сказуемые и так далее. То есть, ну, это все уже в процессе. Вот. И так, я думаю, что таких тем у нас будет порядка 12. 12, возможно, 15. Дальше будем уже смотреть. Вот. И еще мне бы хотелось отдельно проводить вебинары, которые будут в себя включать пополнение словарного запаса. То есть мы будем, как каждой теме, которая у нас была до этого, подключать слова. Например, я хочу. Мы, как бы, эту конструкцию разобрали. Там, например, вторая, третья тема, вебинар. И потом у нас еще в конце мы будем еще дополнительно учить, например, я хочу что и потребности. То есть еще отдельно посвящаем вебинары пополнению словарного запаса. То есть там, например, специфика, лексика, там, например, болезни, там, еда, потребности, школьная жизнь или студенческая и так далее. Так. Ну, вот я надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Дальше уже, конечно, будем смотреть. Еще, кстати, есть такая практика пробовать видео, именно видео уроки вести. Вот мы пробуем вебинары. Я пытаюсь, как сказать, пытаюсь, вот, можно сказать, начинаю, провожу. А еще, возможно, видео уроки. И, ну, на самом деле, в дальнейшем, как бы, это у нас вебинар бесплатный. Ну, а в скором времени, я думаю, что мы запустим их на платной основе. Вот. И можно будет их приобрести дальше. Так. Дальше. Это удав. Мы уже заканчиваем. Удав. То есть вот эта графема удав. Звучит она как по первым тоном. Дальше. Можно добавить другую ключ. Это ключ рука. Добавляем к ней вот этот же наш БА. Это уже будет третий тон. И это спасибо за ответ. Пожалуйста. Так. Это будет, как бы, взять. Взять или схватить. Взять или схватить. Так. Ну, есть еще некоторые другие значения, но это уже дальше. Да. Дальше мы можем еще обсудить, например, вот такую грамматическую частичку. Это БА без тона. Это, ну, скажем так, переведем ее как Давай. То есть побуждение к действию. Давай-ка сегодня выпьем кофе. И вот там вот в таком предложении у нас будет встречаться вот эта частичка БА. То есть так или иначе мы видим, что вот этот удав, который сам по себе звучал БА, он встречается в других хирурглифах и отвечает за его произношение, то есть за его звучание. И последнее, например, я снова добавляю другой ключик. И это ПА. По четвертым тоном это ПАПА. ПАПА. Вот таким образом. Ну, пожалуй, на этом все. То есть мы классифицировали иероглифы. Мы выделили четыре типа, четыре вида. Вот. Ну, возможно, есть какие-то вопросы. Я готова на них ответить. Но, по сути, это все, что я хотела сегодня изложить. К счастью, я управилась, успела. Если вопросов нет, то, пожалуй, на этом мы будем заканчивать. И я еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих, кто выделил время свое и поучаствовал, послушал. Я надеюсь, вам было интересно. Так, ну, вижу вопросов нет. Наверное, всем все понятно. Так, кто-то печатает. Отвечу, конечно. Так, ну, к слову, еще хотелось бы сказать, что... Ага, спасибо, Ульяна написала. Да, не за что, пожалуйста. Вот. К слову, хотела сказать, что намечается масштабный проект. Вот, что касается вебинаров. Это, опять же, повторюсь, пробный такой, бесплатный. Ну, а дальше в дальнейшем, если домашнее задание будет... Будет готовиться к следующему вебинару. Ну, на самом деле, домашнее задание. Да, давайте-ка мы с вами просто еще раз, кто записывал, перечитаем. Кто заинтересовался, возможно, можно найти какую-то литературу в интернете. Очень много об этом введения, очень много написано. Давайте домашнее задание, чтобы вам такого задать. Ну, давайте-ка на следующее занятие переведите мне, пожалуйста, слова. Найдите мне иероглифы слова. Ну, такое, чтобы это было несложно. Давайте... Давайте такое... Давайте... Пусть будет иероглиф звать. Звать. Найти иероглиф звать. Давайте найдем иероглиф, пожалуйста, он. Пусть будет я. И давайте еще найдем иероглиф. Давайте-давайте такую, чтобы так было несложно. Месяц. Месяц. Ну, вот я думаю, будет такое домашнее задание. Ну, а на следующий раз мы разберем. Все. Тогда, я думаю, на этом мы с вами прощаемся. Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. До свидания. До скорой встречи. Все. Счастливо. А, и да. Самое главное по-китайски. Как сказать до свидания? Может, кто-то знает. До скорой встречи. Да. По-китайски до свидания будет звучать как... Зайдиан. 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 Продолжение следует...